Сборная Казахстана Казахстанский клуб «Астана-Орланс» продолжает свою победную серию во всемирной серии бокса. В минувшем туре на выезде файтеры из Казахстана в упорной борьбе взяли верх над кассикой с Венесуэла. Победу «Орланам» принесли Олжас Саттыбаев, Хвой Сеп и Филипп Рыгович. Благодаря победе казахстанские боксеры обеспечили себе первое место в группе. Однако отбывать номер дальше «Орланы» не собираются. Уже 13 марта в Шемкенте «Астана-Орланс» примет «Рафако Хасарсполанд». Стартовал чемпионат Казахстана по футболу. В Алматы бронзовый призер «Кайрат» принимал Костанайский табол. Посмотреть на первую игру сезона на центральном стадионе пришли 8 тысяч любителей футбола. Алматинцы соскучились по большому футболу и народная команда их не подвела. На протяжении всей встречи преимуществом владели подопечные Владимира Вайса. Трижды отличился Жирар Гоу. Еще один гол на счету капитана Бау Жан Исламхана. В итоге эффектная победа «Кайрата» со счетом 4-0 приносит ей первую строчку в турнирной таблице. «Мы сегодня играли более-менее сзади без ошибок. Где-то в концовке там что-то произошло, но очень плотно в обороне, креативно в атаке. Забили 4 гола. Прекрасных могли забить больше. Поэтому с игрой, с результатом, конечно, должен быть доволен. Единственное, что меня очень на данный момент, это красная карточка Плеева, которая не будет в диспозиции на везде в октябре. Во-первых, хочу поздравить всех с началом чемпионата. Поздравить «Кайрат» с победой. По игре, что могу сказать, очень коротко. С такими командами, когда играешь, и допускаешь так много ошибок, получается вот такая игра. Мы допустили очень много невынужденных ошибок. Мне нечего больше добавить». На второй позиции расположилась столичная «Астана». Действующие чемпионы со счетом 2-0 обыграли рук «Джитпес». Боевая ничья 1-1 была зафиксирована в матчах «Актобе Атарау» и «Ордабас Иртыш». А вот в противостояниях «Тараза Шахтера» и «Кайсара Житессу» счет так и не был открыт. Следующий тур чемпионата состоится уже завтра. Алматы завершился зимний чемпионат города по футболу среди команд ветеранов. В решающем матче сошлись «Раймбек Олдбойс» и «Алматы». Встреча изобиловала силовой борьбой. Опасных моментов было немного. Однако в основное время матча оппоненты успели обменяться голами. Овертайм победителя не выявил и судьба трофея решалась в серии после матчевых пенальти. Здесь удачливее оказались футболисты «Раймбека» 2-1. Две таких равных команды. Поэтому у нас последний спор решается в полуфиналах или в финалах. Поэтому мы уже хорошо друг друга знаем. Что касаемо финала, то здесь очень строго отыграли в обороне все. Поэтому в атаке у нас был момент, мы его к счастью решили. У них тоже был моментик, который заработали пенальти. В общем-то тоже решили. Но я считаю, что закономерен результат. Бронзовые медали турнира достались клубу «Легион». Четверку сильнейших замкнул «Алтаков». Тем временем продолжается четвертьфинальная серия плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Кокшитауский «Орлан» стал первым полуфиналистом, четыре раза обыграв «Астану». Противостояние «Ркорняк» на мат «Рирты Шахстан» счет равный 2-2. А вот хоккейный клуб «Алматы» может впервые в истории пробиться в полуфинал уже завтра. Для этого подопечным Олега Балякина нужно победить на выезде от Ирауски Бейбарес. Сейчас счет в серии 3-1 в пользу «Алматы». Пахаджан Рупиисов, Дана Касенова, Арсен Сандабаев. Спортивные новости. Телеканал «Алматы». Телеканал «Алматы». Телеканал «Алматы». Телеканал «Алматы». Продолжение следует...